я начинаем очередной вебинар серии стекольного дела меня зовут надежда иршова я являюсь практикующим архитектором и дизайнером и ведущей нашей длинной серии вебинаров в которых мы затронули практически все грани стекольного дела начиная от производства стекла и заканчивая применением стеклянных конструкций различного типа в современных условиях напоминаю что в этом году у нас вебинары посвящены реальным проектом либо перепланировок либо концепции будущих планировок а то есть планировок будущих архитектурных и дизайнерских произведений зданий и сооружений различного типа начали мы с хрущевки однокомнатной и подошли через длинную череду различного типа помещений к концепции планировки культурно-зрелищного центра это доказывает что современном мире стекло является незаменимым материалом для любого интерьера будь то микроскопический жилой или достаточно обширный общественный и так концепция планировки культурно-зрелищного центра сегодня у нас уже второе занятие поэтому по этой теме на прошлом мы с вами рассмотрели особенности проектирования культурно-зрелищных центров вообще их типологию и конструкции которые применяются в данное время в зданиях подобного типа и и сегодня мы приступаем к проекту концепции проекта который еще не реализован но в общем то вполне может быть реализован не очень одолонное время и напоминаю что это концепция то есть при разработке проекта в рабочем состоянии там может поменяться очень многое но основное направление в общем то уже вырисованы итак приступим и во первых я хотела напомнить а вам о том какие требования применяются предъявляются к общественным культурным зрелищным центром наше время в нашей стране я давала кстати большую информацию по документам нормативным по различного планам снипом гостом стандартам причем эти стандарты как отечественные так и импортные то есть на предыдущих вебинарах можете посмотреть а предыдущий вебинар у нас также расположены на сайте компании титана записи их большое количество это целая энциклопедия уже так что вы можете ознакомиться не только с этим с этой информацией но и со многими другими там кстати есть и расчеты и сведения различных очень интересных конструкциях и фурнитуре который как раз и занимается компанией там требование к помещениям делится на две большие группы во первых это качественные требования напоминаю то есть это требование к номенклатуре и составу различных помещений то есть основных и вспомогательных которые делятся проект объемно-планировочные решения дальше требования к функциональному зонированию и взаимосвязи основных и вспомогательных помещений это тоже очень важно и в зависимости от размеров здания от его объемно-планировочного решения это всегда должна быть очень продуманная схема о чем мы с вами поговорим чуть позже когда будем рассматривать проект представленные на сегодняшнем занятии и качественные требования к размещению таких помещений структуре здания это основные требования к качеству помещений следующие следующие группа требования это количественные и здесь конечно это вместимость припускная способность здания это как раз количество основных и вспомогательных помещений к площади строительному объему габаритом площади помещений и так далее то есть вплоть до нормирования к кубатурой площади помещений на одного посетителя работника зрителя то есть скрупулезные требования которые позволяют создать максимально комфортную среду для зрителей общественные здания вообще очень сложно проектировать поскольку они рассчитаны на посещение большого количества людей одномоментно и мало того что здесь должна быть хорошо продуманная схема из всех этих помещений о которых мы с вами только что говорили здесь еще нужно особо тщательно подбирать конструкции и стекло в данном случае является одним из фаворитов поскольку позволяет решить сразу целый комплекс проблем а современное стекло современные фурнитура это один из самых качественных материалов даже для нашего климата как мы узнали и теперь приступая непосредственно к теме нашего занятия посмотрим какой объект мы с вами будем рассматривать это культурно-зрелищный центр который расположен в теплой климатической зоне не буду указывать конкретное место поскольку объект еще не создан и в общем то такая еще рано говорить но планировка уже есть это морское побережье поэтому климат достаточно мягкий суровые зимы исключены поэтому развернуться с большим количеством стекла нам совершенно не против естественно это действительно полностью практически стеклянные здания которые выполняют сразу несколько функций оно является одновременно и выставочным залом оно является одновременно и концертным залом здесь можно проводить какие-то мероприятия здесь можно она может являться театром и так далее причем входит она в целый комплекс зданий и сооружений которые расположены по определенной схеме и эту схему целиком я приводить не буду поскольку к делу нашему стеклянному относится только сам основной объем здания здание спроектировано с отсылкой к классической архитектуре но в современном прочтении это такое радиусные эллипсоидное здание которое в своем каркасе имеет большое количество стеклянного заполнения стоит она на стерео бате так называемую то есть на мощном ступенчатом основании которое скрывает под собой еще дополнительный этаж и как это смотрится мы рассмотрим чуть позже о функциях данного здания я уже сказала поэтому набор помещение здесь должен быть конкретно нацеленный на функциональные процессы которые будут здесь происходить ну и плюс климатические условия еще раз говорю позволяют использовать большое количество видов стекла из что мы тут будем выбирать мы рассмотрим чуть позже еще раз напоминаю что это концепция здесь есть несколько вариантов то что вы видите на экране это один из вариантов следующий будет слегка видоизменен но в целом концепция такая же и еще есть вариант который мы вполне вероятно рассмотрим на на следующем занятии а может быть остановимся на этом посмотрим итак прежде чем говорить о планировке о конструкциях нам необходимо определиться точно с функциональными процессами которые необходимы для этого здания поскольку этот центр композиции как я уже сказал различных зданий и сооружений которые включают композиции это себя включает различного вида оформления террас поскольку уступчатый берег морской имеется в наличии различных горели галерей на открытом воздухе где также могут происходить различные зрелищные процессы и вообще сам окружающий мир сама природа этого места требует такого подхода открыто то у нас получается что основной объем входит в такую открытую композицию то есть вся площадь которая занимает этот комплекс она есть в общем то этот центр и основной объем является ее частью здесь получается необходимость в двух входных зонах обязательно поскольку здание находится в центре композиции подход должен быть хотя бы с двух сторон здесь конечно же необходимо большое достаточно пространство для основных процессов о которых я сказала то есть это какие-то выставки инсталляции это концерты это спектакли постановки и так далее какие-то мероприятия публичные здесь могут проходить и лекции и так далее и тому подобное поэтому у нас достаточно большая площадь и достаточно большой объем занят именно пространством для основных процессов и конечно же нам необходимы подсобные зоны то есть служебная зона для персонала скажем так и зона для зрителей они у нас обеспечены наличием цокольного и подвального этажей которые мы как раз для этих целей приспосабливаем то есть тот наземный объем который мы видим это это у нас практически объем который занят основным скажем так производством за некоторыми исключениями и по одной из планировок у нас получается вот такая концепция помещения помещения напоминаю что интерьеры бывают разного типа бывают закрытые где какие-то помещение полностью изолированы от других с помощью ограждающих конструкций стационарных бывают открытые не имеющие никаких конструкций ограждающих и бывают смешанные открыто закрытое где либо часть помещений закрытая часть открытое студийного типа либо все помещения могут легким движением руки с помощью каких-то мобильных конструкций перегородок дверей и так далее превращаться в открытые что касаемо нашего заведения то у нас здесь можно сказать практически открытый интерьер он зонируется только различными конструкциями такими как лестницы антресоли и так далее и имеется две входные зоны которые также также не влияют на общий на общую на общестрой так скажем интерьера на общий вид и он так и остается открытым теперь что мы видим на плане что нам необходимо иметь чтобы создать тот образ помещений которые у нас заявлено во первых у нас есть две входные зоны которые огорожены тамбурами какие они следы мы посмотрим чуть позже в принципе тамбур и там необходимость для нашей страны невзирая на то что у нас тут как я уже сказала достаточно теплый климат в данном регионе но стеклянный тамбур не помешает для защиты от каких-то непогодных явлений каких-то катаклизмов и так далее два входа у нас есть основное пространство достаточно обширная вообще площадь этого помещения составляет около 600 квадратных метров оно не очень крупное но в то же время и не маленькое и именно такой подход к нему как открытое студийное пространство позволяет реализовывать те цели которые заявлены у нас имеется антресольная часть поскольку высота этажа помещения высота помещения от пол до потолка в целом у нас около 10 метров то очень удобно антресоль как балкон или как приподнятую сцену наоборот как она выглядит посмотрим чуть позже и заодно посмотрим как ее можно использовать у нас имеется для подсобных помещений слева и справа внизу мы видим входы в цокольный этаж лестница и кстати тоже использование стеклянных конструкций данном месте у нас будет ну и собственно таким образом выглядит план перейдем конкретики к использованию именно стеклянных конструкций в данном помещении входная дверь из тамбура в зал у нас стеклянная раздвижная поскольку экономит место во-первых во-вторых она автоматически открывается перед входящими в металлическом каркасе вообще входные двери с двух сторон у нас вращающиеся их по две штуки и это очень удобно поскольку увеличивает пропускную способность придает элегантность зданию и позволяет максимизировать удобство для людского потока подобные двери стеклянные в большом ходу в различных общественных зданиях это и торговые центры и деловые центры и зрелищные и они достаточно удобны и позволяют так скажем сортировать людской поток на входе и выходе ну кроме того они отличаются элегантностью и стекло здесь как нельзя лучше выглядит что касаемо стекла то конечно же оно должно быть специальным это должен быть современный триплекс или закаленное стекло или в некоторых случаях но это не наш случай какой-нибудь бронированное допустим и так далее это больше относится скорее к таким заведениям как банки или деловые центры в общем обычным стеклом здесь не обойтись естественно необходимо специальные по поводу триплекса мы уже много раз говорили хотелось бы просто напомнить что это стекло считается безопасным поскольку его сложно разбить но если уж вышла такая оказия то оно разбивается на мелкие кусочки с тупыми краями то есть оно практически не травмоопасно вот такие двери у нас расположены с двух сторон нашего здания и что касается самого самой ограждающей капитальной конструкции каркас со стеклянным заполнением здесь у нас металлические колонны которые облицованы мрамором под классический ордер правда ордер получился колоссальный и то есть очень высокий что придает помещению необходимые во первых визуальные свойства достаточно величественные здания поскольку отсылка к классическим источникам у нас имеется плюс акустика достигается очень неплохая здесь очень хорошо должно быть акапеллина петь допустим или исполнять классическую музыку в принципе любую музыку здесь можно исполнять достаточно хорошо в чем состоит интересное предложение для ограждающих конструкции это в том что предполагается использовать стеклопрофилит тот материал который незаслуженно мало используется в конструкциях в наше время хотя выглядит он очень презентабельно и представляет собой коробчатое стекло он может быть коробчатого или таврового профиля хотя сейчас стеклопрофилит делает любого скорее всего сечения любого профиля ну в основном это как я уже сказала коробка или тавр различного вида стеклопрофилит в иностранном народе называют U-глаз еще то есть в виде буквы U и это тот материал который предназначен для различные наружные и внутренние отделки зданий и для устройства прочных светопрозрачных ограждающих конструкций очень хорошо использовать его например в промышленном строительстве а в гражданском как я уже сказала в общественных центрах и зданиях оно смотрится очень презентабельно это стеклянная конструкция по иностранному образной формы изготавливается она методом непрерывного вытяжения щелочно-силикатного стекла и дальше уже формируется стеклянный профиль это серийное производство и много серий различных имеется полустеклопрофилитом они отличаются по геометрическим характеристикам по видам поверхности по наличию специальных покрытий что кстати в нашем проекте одно из самых важных поскольку обилие солнца в большую часть года для нас конечно это странно но есть такие места у нас в стране и неплохо было бы как раз для ограждающих конструкций это различные энергоэффективные покрытия в данном случае такое покрытие которое позволяет в летнее время защищать от перегревания внутреннее пространство а в зимние не терять тепло изнутри наружу мы уже с вами рассматривали на нескольких вебинарах такие покрытия так называемые кастиклу и стекло это покрытие твердое и мягкое которое позволяет именно регулировать микроклимат в помещении и снизить зависимость от погодных условий свести к минимуму или использовать ее в мирных целях поэтому здесь предполагается специальное покрытие во-первых во-вторых стеклопрофилит бывает различного типа поверхности это может быть практически прозрачное стекло это может быть матовое стекло рифленые тонированные в массе можно нанести узор и так далее и тому подобное вообще чем хорош стеклопрофилит который опять же незаслуженно редко используется хотя он имеет очень хорошее качество для архитектуры и дизайна тем что такая форма тавровые коробчатые придает ему очень хорошую прочность и жесткость а также у него есть возможность радиусного остекления что как раз для наших целей очень подходит то есть здесь не надо использовать малированное стекло коробчатый профиль как раз позволяет очень изящно без потерь сделать изогнутые линии высоту до 7 метров один профиль берет с легкостью поэтому наша 10-метровая высота требует всего лишь одну перевязку по большому счету поэтому создается ощущение цельностеклянной поверхности и причем такой ограненной поверхности что уже само наводит на мысль о драгоценных камнях то есть огранка нашего здания будет подобно непобоющество слова бриллианту у нас заявлено стеклопрофилит практически прозрачный я бы сказала высветленный даже чтобы он с повышенной глянцевостью чтобы он сверкал в солнечных лучах и грани его переливались как раз как алмаз здесь у нас еще эстетическая сторона она играет очень важную роль за нее конечно приходится платить и так большая высота это несомненный плюс стеклопрофилита кроме того монтаж не представляет особых трудностей для специалистов и сделать аккуратно стену стеклопрофилита это не составит труда если мы делаем двойной двойную ограждающую поверхность то получаем еще высокие показатели теплоизоляции и это очень хорошо например для средней и северной полосы России ну и множество совершенно разных вариантов установки совершенно разных типов остекления различных площадей фасадов перегородок и так далее то есть материал очень привлекательные и следует обратить на него больше внимания это также может быть облицовоченный материал стен не обязательно он должен несущую роль играть как в нашем случае но так или иначе он может изменять свои свойства в зависимости от толщины стены от количества слоев и так далее надо сказать что толщина стекла как правило 6 или 7 миллиметров и такая фактурная структурная поверхность очень привлекательная если мы допустим оформляем здание в современном стиле в каком-нибудь это конструктивизма отсылка это отсылка также к минимализму и хай-теку и классические формы как мы видим стеклопрофили сочетается очень даже неплохо таким образом мы получаем очень интересная поверхность которая позволяет нам создать прозрачную плоскость и в то же время ощущение драгоценного камня что еще интересного из стеклянных конструкций у нас здесь имеется ну во первых это конечно же радиусные тамбуры из прозрачного стекла которые представляют собой цельно стеклянные поверхности то есть крепятся так что либо фурнитура незаметна либо если она заметна она играет роль декоративного элемента поскольку современная фурнитура очень привлекательна и смотрится изящно кроме того то радиусные поверхности мы намерены создать путем эмалирования стекла здесь у нас закаленное стекло выходит на средний план прежде чем приступать к закалке не устаю напоминать нам необходимо стекло сначала выгнуть то есть произвести процесс эмалирования в настоящее время малируется практически любые радиусы правда я сталкивалась с вопросами слушателей что в нашей стране очень сложно найти предприятие которое хорошо малирует стекла большого радиуса и так далее и причем здесь конечно нужно поискать изготовителя но здесь еще проблема в размещении то есть в занесении внутрь этой конструкции то есть прежде чем приступать к непосредственно строительству данного объекта необходимо продумать всю технологию как что и в каком порядке будет размещаться и скорее всего малированный тамбур естественно должен вноситься внутрь помещения перед тем как стены возведутся наружные стены будут возведены полностью вещь очень интересная но требует конечно приложение определенных усилий смотрится очень выигрыш на малированное стекло всегда поскольку радиусные поверхности придают определенный шарм блеск и определенную роскошь любому интерьеру стекло также можно может быть любым у нас заявлено прозрачное оно могло быть и матовым и с узором и с нанесением различных других покрытий здесь совершенно в ограниченном фантазии плюс что еще интересного из стекла это стеклянный потолок белый из глянцевого непрозрачного стекла скажем так свето пропускающего но непрозрачного вот так выглядит входной тамбур и часть потолка мы видим что касается потолка то чуть позже мы рассмотрим вариант его крепления а также у нас имеются различного вида стеклянные ограждения которые ведут которые ограждают спуск в подсобные помещения мы видим на заднем плане и ограждают парадные лестницы которые ведут на антресоли также ограждение самих антресоли лестница полувинтовая создает ощущение дворца действительно это барочный прием и позволяет использовать себя как плоскость как поверхность либо для размещения зрителей в определенных нестандартных вариантах либо для размещения экспонатов когда человек поднимается по лестнице и лицезреет различные артефакты если здесь проводится выставка кроме того подлестничное пространство также используется для заявленных целей для ограждений мы также используем планарное остекление с точечным креплением стеклянных листов ограждение у нас из триплекса и создается ощущение также гнутого стекла хотя это такой прием набора прямых стекол здесь у нас не эмалированное стекло оно слегка голубоватого оттенка чтобы подчеркнуть некие границы кстати лестница которая ведет на антресоли она как я уже сказала используется либо как зрительный зал либо как средство коммуникации либо как средство для размещения экспонатов выставки различные способы крепления также предусмотрены но сегодня речь не о них антресоль может служить в разное время либо сценой либо концертной площадкой там может размещаться размещаться музыканты могут быть это могут быть хоры я имею ввиду вот такое такая часть здания где размещаются допустим певцы и это может быть опять же зрительный зал действие может происходить непосредственно в самом объеме то есть здесь у нас заявлено много всяких вариантов но вот стеклянные перекрытия у нас к этому относится стеклянный потолок пол у нас глянцевый наливной можно сказать тоже около стеклянной акриловой но в данном случае мы обратим внимание на потолок он также у нас заявлен как планарный то есть здесь будут использоваться либо точечные крепления которые позволяют почти бесшумно создать большую плоскость из стеклянных элементов либо столь любимое современными дизайнерами спайдерное остекление которое также создает планарное остекление плюс еще интересные крепления придают дополнительный эстетический шарм то есть спайдеры бывают различного типа и рисунок спайдерный сам по себе уже получается красивым ну еще раз о стеклянных ограждениях здесь у нас также планарные ограждения получаются смотрятся они на этой лестнице очень презентабельно есть вариант немножко ц образные ц образного профиля данного остекления то есть слегка подцилиндрить по горизонтали по горизонтальной оси что придаст дополнительный шарм но это опять же необходимое внучье это закалка то есть это более сложный дорогой вариант если на нем все-таки заказчики остановятся то это будет неплохо целом такая такой вариант концепции ограждения выглядит футуристично и придает классическим формам такой современный вид здесь у нас барочные отцел лестницы с современным остеклением это очень такая интересная эклектика ну а вот подлестничное пространство которое можно использовать в целях основных процессов то есть проведение выставок спектаклей и так далее то есть такое пространство несмотря на свою кажущуюся простоту очень многофункциональные и такого типа сочетания различные виды стекла дают что отражение друг в друге игра не то что света и тени а блеска и матовости игра совершенно гладких глянцевых поверхностей и а фактурности гранености это создал все создает такое завораживающее ощущение несколько гипнотическое на что собственно мы рассчитываем поскольку в данном помещении человек должен забывать про окружающую среду и целиком проникаться тем что ему представляют то есть либо это выставка либо это концерт либо это представление какое-то все направлено на создание такого слегка подвешенного ощущения стекло как нельзя лучше дает возможность это сделать и если использовать только стекло во всех конструкциях то человек просто может потерять в пространстве здесь у нас имеются другие материалы такие как мрамор бетон акрил хотя акрил я считаю около стеклянной поверхностью и наливной акриловый пол как бы относится к смежным конструкциям поэтому климат климатические условия расположения так скажем геолокации позволяют нам создать нарядный презентабельный современный интерьер с различными видами стекла плюс необходимо нам конечно же дополнительные конструкции здесь вы видите металлические фермы которые на потолке сочетание металлической фермы и классических колонн незабываемые впечатления создают и естественно выбор светильников выбор источников освещения необходимо грамотно чтобы создавать иллюзию такого парящего пространства ну и освещательные места которые необходимы для зрителя я еще раз напоминаю что все подсобные помещения также раздевалки санузлы расположены как для персонала так и для посетителей расположены в цокольном этаже входы из общего зала вниз и входы также имеют ограждение планарные из голубоватого стекла повторяющие ограждение лестниц и антресоли или галереи как ее можно назвать то есть все подчеркнуто изящно просто по классически выверено хочу сказать что здесь применены применено классическое пропорционирование здесь много математических изысков и в принципе данный проект можно построить в любом масштабе он может быть очень маленький в виде индивидуального жилого домика он может быть очень большой в виде дворца советов какого-нибудь если соблюдать пропорции то это здание будет выглядеть в любом виде привлекательно ну и естественно заявленные стеклянные ограждающие конструкции и стеклянное оформление интерьера добавляют ими шарма физищества и тонкости что собственно и необходимо для заведения культурного развития людей на сегодня мы заканчиваем надеюсь что данный опыт был полезен для вас и жду вас на следующих вебинарах всего доброго вебинарах приобретенным решением ввы в